Добрый день, уважаемые коллеги! С вами Юрий Хамутский, Клуб Успешных Инженеров. Сегодня поговорим о том, какой лучше бизнес открыть вам, какие варианты есть. Я бы глобально выбирал из трех вариантов, из трех основных направлений и подробно расскажу про них. Первое – это бизнес в той сфере, в которой вы работаете. Если вы инженер-проектировщик, значит бизнес в сфере инженерии и проектирования. Если вы бухгалтер, то бухгалтерский бизнес. Если вы юрист, то бизнес по юридическим консультациям и так далее. Второе направление, которое мы с вами рассмотрим, это то, что связано с вашим хобби. То есть, как хобби вам нравится какой-то вид деятельности. Например, вы работаете инженером, но вам нравится танцевать. Пожалуйста, можете открыть бизнес в сфере танцев. Вы работаете бухгалтером, но вам нравится программировать. Пожалуйста, идите в сферу программирования и так далее. И третий вариант, такой немножко легкомысленный, да, это почитать в интернете топ идей для открытия бизнеса. И там масса-масса самых разных вариантов будет, которые вы тоже можете использовать. Рассмотрим эти три основные части. И почему, собственно, из этого выбор. Дело в том, что всегда все можно очень хорошо структурировать. Хорошо, когда вы работаете по какой-то тематике, вам эта работа более-менее нравится, по душе. И вы чувствуете, что у вас есть заказы. У вас есть дополнительные заказы. То есть к вам со стороны люди обращаются по вашей специальности и говорят, Коля, помоги, пожалуйста. Ты крутой экономист или ты там классный менеджер, ты классный маркетолог. Все что угодно, помоги сделать вот эту вещь. Или хотя бы проконсультируй, как делать. Расскажи методику, что зачем, какая очередность шагов. Если к вам приходят с такими советами, вы дошли до этого уровня, то это повод задуматься, что, видимо, ваши услуги на рынке, вовне уже кому-то нужны. И это направление можно потихонечку продвигать. Можно стараться делать так, чтобы о вас узнавали. Добавить больше даже нечего. Все здесь так, по-моему, просто и очевидно. В то направление, в котором вы работаете, у вас появляются дополнительные заказы. Вы из этого делаете свой бизнес. Единственный, наверное, такой важный нюанс, важный момент. Не пропускайте здесь стадию фриланса. Если к вам один раз пришли, это не повод бросить работу, поставить крест на прошлой жизни, открыть компанию и ждать новых клиентов. Так ничего не срастется. Вы просто потеряете время, деньги, силы и разочаруетесь в этой жизни. Первая стадия – стадия фриланса должна быть. То есть вы помимо работы на стороне начинаете делать то же самое. За дополнительные деньги, да? Дополнительный ваш заработок. И если, вот когда надо открывать этот бизнес, свой бизнес, когда вы не справляетесь, когда к вам настолько… То есть у вас есть основная работа, здесь вы справляетесь, 8-часовой рабочий день, здесь все просто. И тут вам начинает со стороны валиться другая работа, вы за нее дополнительно зарабатываете, и этой работы уже валится настолько много, что вы не справляетесь с общим объемом работы. Вот здесь, да, это пора задуматься, потому что, скорее всего, прям вот 99% и еще 99 сотых, и потом еще 99 еще раз, что вот здесь с фрилансовой части вы будете уже к этому моменту, да, вы с фриланса будете зарабатывать больше, чем на основной работе. Если это не так, то у вас что-то неправильно настроено. Или здесь слишком много платят, или тут слишком мало берете. Но любой фриланс, даже на пол рабочего дня, всегда будет стоить больше, чем полная ставка на работе. Ну, таков рынок, так это все устроено. И поэтому, если у вас набирается фриланса уже на половину дня, и еще есть потенциал взять как бы на целый день, есть клиенты, вот это повод задуматься о том, чтобы сначала закрепиться как фрилансеру, а потом перейти в стадию бизнеса по той профессии, по которой вы работаете. Прям вот полностью похожая, зеркально прям вот все совпадает ситуация, если вы делаете бизнес на базе своего хобби. То есть у вас есть работа, у вас есть основная работа, и этот фриланс, вот здесь основная работа, как и раньше, а отсюда идет фриланс, но это фриланс не по вашей основной работе, а по хобби. Вы преподаете где-то что-то кому-то. Вы, я не знаю, пишете статьи где-то что-то кому-то. Вы программируете на сторону, вы ведете бухгалтерский учет других компаний, вы оказываете юридическое сопровождение, вы помогаете с маркетингом, настраиваете рекламные компании в Яндексе и так далее. То есть у вас отсюда по вашему хобби течет хороший поток клиентов, и он точно так же уже больше, чем вот здесь основная зарплата. Это прекрасный повод задуматься о том, чтобы забросить основную работу и переключиться на хобби. Как правило, чем отличается первый пункт, который мы рассмотрели от вот этого второго, тем, что здесь во втором у вас работа, скорее всего, нелюбимая. Раз есть любимое хобби, то работа нелюбимая, это, ну, она ради денег у вас. Изначально так повелось исторически, что вот эта работа, вот эта профессия ради денег, а ваша душа вот здесь лежит. И это направление, к счастью, развилось, стало крупным, и вы переключаетесь на него. С большим счастьем, как правило, вы ставите крест на работе и переходите сюда. Это хороший путь. Хороший путь к бизнесу. Здесь самое главное не заскочить на фриланс рано. Вот ошибка, которую совершают люди, они работают на работе, ну, зарабатывают условно там, те же 60 тысяч, вот здесь им с фриланса идет 5 тысяч. Здесь 60, а здесь 5. И они говорят, все, я вот сюда иду и буду здесь работать. Это рано. Вам надо дождаться, пока финансовые потоки сравняются. И здесь 60, и здесь, ну, если не 60, то хотя бы 40, например. Но это уже существенный постоянный поток. 40, который вы потом потихонечку раскачаете. Хотя в этой ситуации бывают часто и запущенные ситуации, когда здесь 60, а здесь уже 80, и только тогда человек переходит и начинает раскачивать это направление. Но все-таки, да, примерно должны совпадать эти финансовые потоки. Тогда, да, тогда все отлично. И третье направление, о котором я говорил, почитать в интернете. Куча есть сфер, отраслей, где, как можно открыть бизнес, выращивать свеклу на продаже, размножать каких-то червяков для рыбаков и им продавать бизнес, я не знаю, открыть кафе, ресторан. И еще много чего, много чего. Здесь, ну, мне здесь нечего сказать, кроме как предостеречь вас от этого пути. Потому что, понимаете, в чем дело? Если вы не попали в первые две категории и пришли сейчас к этой третьей, у вас впереди велика вероятность, что ждут проблемы. Потому что в первой категории мы рассматривали бизнес на базе того, в чем вы профессионал. А это значит, что вы получили образование, несколько лет проучились в этой сфере, несколько лет поработали в этой сфере, у вас есть круг коллег, какие-то наставники, может быть, есть, общение с заказчиками, опыт общения с заказчиками, опыт решения проблем есть. В этой сфере вы уже, как бы, чего-то стоите, чего-то значите. Во втором варианте мы говорили про хобби, но в хобби вы чего-то значите. Вы в хобби много лет, вам это нравится, вы готовы этому посвящать свободное время, вы готовы работать за бесплатно в этой нише, потому что это хобби, это, как бы, вам нравится этим заниматься, и вы достигли определенного уровня. То когда вы ищете в интернете какой-то способ заработать, у вас его в голове нету, а вы его ищите в интернете, это подавляющее большинство, подавляющая вероятность, что вы не специалист в этой сфере. Специалист ли вы в открытии кафе? Ресторатор ли вы? Знаете ли вы, что делать, как повысить доходимость клиентов? Какие акции запустить? Какое оборудование кухонное купить? Как распределить места? Какую рекламу лучше назначить? Какие цены должны быть в кафе и ресторане? Знаете ли вы это все? Если вы просто почитали статью одну или две в интернете? Да ни хрена вы не знаете, потому что надо прожить несколько лет в этой сфере. Если эта сфера была вашим хобби, и вы пошли туда, окей, но это второй пункт. А если третий пункт. Вы ищете бизнес из всего, всей массы возможных бизнесов, то это путь в никуда. И даже когда вот в этой массе вам предлагают быстрый, незатратный бизнес на перепродаже товаров Wildberries, или бизнес с помощью Amazon, или закупка товаров из Китая, перепродажа в Москве. Казалось бы, действительно там все просто. На самом деле нет. Потому что эта деятельность, как купить на Wildberries, как перепродать, какими механизмами, какие для этого нужны сайты, привлечения клиентов, как рекламу дать правильно. Это все, ну простите, каждый вот этот момент, который я сказал, это отдельная такая микронаука, которой нужно посвятить много времени. Вот если вы пойдете работать в какой-то реселлер, который этим занимается, и там несколько лет поработаете, наблатыкаетесь, наберетесь опыта, получите определенный уровень квалификации, и потом из этого будете делать бизнес. Окей. Но если вы нулевой человек, пойдете в эту сферу, вы там не добьетесь ничего, вас только потратите зря свое время, деньги, и будете жалеть о упущенных годах. Поэтому не берите виртуальные темы. Виртуальные темы, которые кто-то где-то посоветовал, но вы в них ноль, вы в них там даже года не провели, не берите. Если вы много времени провели в хобби, пожалуйста, и много времени провели по рабочей тематике, пожалуйста. Главное критерие – это не увольняться с работы, пока доход с фриланса, дополнительный доход, примерно не будет сопоставим с вашим основным доходом. Тогда вперед у вас наверняка все получится, ваши шансы резко и катастрофически возрастают на успешный бизнес. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, покеда.